Постоянная комиссия по экономике, бюджете, финансах и коммунальной властности областного совета депутатов наведала Ветковский район. Головная тема выездного посаджения – эффективное выкрыстание земельных участков после взносу старых и пустующих будинков. Удел в мероприемстве приняла и наш корреспондент Ганна Коральчук. Что делать, когда объект уже выставлялся на аукцион, но его не купляют навод за одну базовую увеличенную. И он не потребный ни державе, ни инвестору. Выйсти одно – треба сносить. Мониторинг невыкористовываемой нерухомой майомости Ветковского района в минулом году выявил 128 объектов. 40 за хликум было снесено. У вынеку вызвали на площадь 11 гектаров. Далее шелез земельного участка вызначается еще до решения об сносе будинка. Куда мы направляем эти земли? Это и фермерское хозяйство, которое занимается декоративными растениями. Это и населенные пункты, где именно земли передаются сельхозно значению. И те населенные пункты, где на сегодняшний день после сноса земли продаются с аукциона, и там строится жилье. В городе на базе Белтелекома уже построен микрорайон, где проживают и молодые специалисты, и многодетные семьи. И строительство продолжается на сегодняшний день. В том числе построены объекты торговли. Отдать землю под лес або усе возворот. Грошение залежит от того, где именно вита размещенный участок и в каким он станет. Один из остановочих прикладов в районе – фермерская господарка – увез цебарки. Четырь годы тому предприниматели набыли тут площадью 17 гектаров для особистых окрыстания и ведения бизнеса. За первой цеплицей господарки растут дурницы, тюльпаны и петунии, туи и блакитная елка. Продукцию поставляют по Белоруссии в Россию. Вызволенные участки сельсоветы могут упородковывать у якости местного отпочинку, спортивных и детячих пляцовок. Увезцы Даниловича, например, побудовали церкву. Действительно наводится порядок на земле, снесено ряд зданий, которые не используются как частных, так и государственной формы собственности. Но радует то, что вот сегодня мы послушали председатель советов, что не только сносится, но и возводится. Распахиваются поля, как мы сегодня ехали, ведь идеальный порядок. Усяго на территории Гомельской области после сносу старых объектов уведена у господарча оборот больше, как 100 гектаров земель. При этом недобрые упорядкованные площади, которые примыкали до будинка, сегодня имеют совсем инший выгляд. Например, неплодоносные сады выкарчевывают. Территорию засадживают сельскохозяйственными культурами. В зависимости от именно человеческого фактора, от той личности, которая руководит либо организацией сельскохозяйственной, либо территорией, зависит и конкретный результат. И вот поездка в целом по территории Ветковского района как раз таки наглядно показала, кто как умеет работать в силу тех или иных обстоятельств. Праца по передаче вызвольных земель после сносу старых и пустующих будинков протягнется и далее. Але разом с этим узмоцнится контроль за выкористанием участков, утягнутых у оборот раней. Ганна Коральчук и Гармарыщенко отеля радио-компания Гомель из Ветковского района.